13.06 в Кирове на 101.фм программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня Михаил Шевелёв, секретарь регионального отделения политической партии «Гражданская платформа», экономист, журналист, наш постоянный эксперт. Михаил, добрый день. Добрый день, Юлия. Ну что, я сначала проанонсирую, как можно с нами связаться. Во-первых, есть сайты хакирова.ру, в разделе «Анонсы» можно задавать вопросы нашим спикерам. Можно по ходу эфира писать либо на сайт, либо мне в Твиттер. Постараемся вопросы задавать и озвучивать. Итак, Михаил, вот неделя прошла под знаком нового временно исполняющего обязанности губернатора Игоря Васильева. Он вышел в паблик, дал первое интервью, он ездит в рейды по стройкам, больницам, знакомится с жизнью региона. Какое у Вас впечатление от этой первой недели? Ну, в какой роли я себя представлюсь, во-первых, потому что, на самом деле, с одной стороны, как эксперт журнала ТЗТ, который у нас сегодня экспертный совет, мы на самом деле хотели собраться и проанализировать скорее даже такие вот именно перспективы от того, что происходит, какие месседжи... То есть вы региона? Вообще, проанализировать месседжи, которые посылают нам временно исполняющие обязанности губернатора. И здесь, на самом деле, наверное, важно, с какой позиции себя именно различать. То есть для журналистов важно одно, для жителя, для аналитиков – другое. То есть и вот я, к сожалению, лично не имел возможности пообщаться, да, поэтому такое личное впечатление, наверное, я оставлю на более такой поздний срок, когда он состоится. Вот. А так, в целом, месседжи, ну, они вселяют определенный оптимизм и надежду. Надежду, в первую очередь, на некое изменение, может быть, вот к... Как сказать, к ответственности за слово, что ли, да? То есть в основном Игорь Васильевич говорит о том, что он, как правильно сказать-то, он говорит про будущее, про те позитивные изменения, которые должны произойти в команде, которые должны произойти в отношении к работе. И, на самом деле, есть ощущение, вот как раз сравнение с тем, что Никита Юрьевич в своё время был в большей степени такой эмоциональный, наверное, да, такой посылы такие более были публичные, яркие. То есть здесь они посылы более такие конкретные, разумные. И в этом плане вот ощущение складывается такое, чтобы в будущем, скажем так, сначала сделал, а потом сказал. То есть он немножко осторожно говорит, немножко осторожно старается, как бы сказать, почувствовать, прощупать ситуацию, а уже потом делать определённые выводы. На мой взгляд, это достаточно профессионально, потому что, ну, мы знаем, что он являлся там аудитором учётной палаты, да? То есть и вот такое отношение... Ваш коллега? Да, да, коллега. Вот, ну, я только не в учётной палаты, конечно. Вот, но на самом деле отношение такое цифровое, математическое. То есть когда цифры не позволяют, ну, скажем, врать там или там манипулировать им. То есть некий трезвый расчёт, который, ну, скажем, позволяет и делать правильные выводы, и, ну, собственно говоря, за выводами, чтобы последовала определённая реакция. Вот, наверное, вот как-то так вот немножко сумбурно на самом деле, но вот это вот желание повышения ответственности за слово, оно присутствовало. Ну, хорошо. Одно, один из месседжей – это ответственность за слово. Что ещё вы разглядели за эту неделю? Ну, наверное, нужно сказать про проектный подход. То есть одним из словосочетаний в процессе представления временно исполняющего обязанности губернатора, да, прозвучало то, что в работе правительства будущего будет использован так называемый проектный подход. Ну, извините, Михаил, но нам всем про проектный подход говорят уже настолько много, что, мне кажется, оскомину. Я сейчас не скажу, как это звучало дословно, да, но, может быть, не захотелось услышать вместо того, что, ну, это было сказано, как мы знаем, между тем, что хочешь сказать, что сказано, что слышишь, и тем, что ты понял, большая разница. Но, тем не менее, фраза «проектный подход», она подразумевает, что планируется построить работу не то, чтобы более современно, но, на мой взгляд, более комплексно. У нас и до этого проектный подход существовал. У нас есть программы, у нас есть цели, задачи, ответственность. Но, на мой взгляд, этот проектный подход существовал как бы разрозненно. Вот есть программы, да, вот в ней прописано, и тот, кто движется по этой программе, он каким-то, ну, никаким образом не пересекается в другой параллельной программе. Так вот, на мой взгляд, настоящий проектный подход, он подразумевает, что, когда ты движешься по одной прямой, да, то параллельные проекты, либо, там, перпендикулярные проекты, они каким-либо образом должны, ну, взаимодействовать и друг друга наполнять определённым синергетическим эффектом. То есть, когда мы, например, разговариваем о лесной отрасли, о её развитии, да, то есть, нельзя, например, оставить в стороне факт дорог, развития дорог, там, лесных дорог, муниципальных дорог. Потому что, вот я, например, сколько вот общаюсь с муниципалами, да, ну, возникает такой большой дисбаланс в том, что вот люди, там, за счёт своих средств, за счёт ППМИ, там, делают дорогу. Но её разбивают частники, которые возят лес, которые являются федеральными. И, понимаете, получается, как бы федеральная программа, определённый весь проект, муниципалитет и, собственно говоря, конкретные жители конкретной деревни, у которых дорогу разбивают вот эти вот, ну, лесоводы. Тут есть несколько программ. Есть программ, там, повышение инвестиционной привлекательности, есть направление, там, ремонта дорог, там, ну, в области, да, есть проект, связанный, там, с поддержкой, там, местных инициатив и так далее. Так вот, важно, чтобы они начали пересекаться, чтобы вот на один стержень, что ли, вот, ну, нанизывались эти проекты. И, в целом, вот этот вот вектор, он был, ну, таким, что ли, сцельным. Я не раз замечал, что любой регион, будь то это там, ну, любого там, любая территория, она, собственно говоря, её развитие, её потенциал, её возможности, её ощущения очень часто связаны с тем лесом, который является главой этого, этой территории. И вот ожидание того, что какие там месседжи выдаются, какое поведение, какие там будут кадровые решения, как будет выстроена работа, она очень серьезно проецируется на развитие этой территории. Как только люди, проживающие на этой территории, видят, что их ожидания оправдываются, они, ну, становятся, их поведение становится, ну, более, таким, скажем, конструктивным. — Михаил, вы давно достаточно работаете с ППМИ. — С муниципальными образованиями. — Да, с муниципальными образованиями. Вы очень много ездите по области своими глазами, много видели, своими руками много сделали. Так как, по вашим ощущениям, ожидания оправдываются? — Ну, сейчас рано об этом говорить, на самом деле, то есть, видите, кадровых решений практически не было. То есть, никаких, да? То есть, это раз. А вообще, в целом, работа правительства... — Нет, я имею в виду ожидание людей от реализации конкретно, допустим, этого проекта. Вот там был у нас губернатор Белых, был проект ППМИ. Сейчас у нас другой губернатор, я думаю, проект останется, и он будет жить дальше. — Уникальность проекта, она заключается в том, что это набор правил. Вот как раз проектных правил, которым есть цели, задачи, есть правила поведения, правила того, правила использования возможностей. И на самом деле, в каждом муниципальном образовании, в каждом населенном пункте, даже в одном районе, этот проект может развиваться абсолютно, ну, скажем так, не противоположно, но с разной степенью эффективности. Да, то есть где-то очень большая вовлеченность, очень большое доверие, очень большая прозрачность работы. То есть люди, собственно говоря, понимают, куда они вкладывают, что они делают, что они в итоге получат. И где-то такой прозрачности нет. И это как раз вот зависит от того, каким образом глава выстраивает своё взаимодействие, свой разговор с жителями. И вот в этом, наверное, вот это ожидание, которое вот сейчас складывается, да, оно максимально позитивно, потому что тут есть и нестандартные определённые шаги, да, то есть когда, ну, там, высокая комиссия, и я там по городу, там, неожиданно заходят, там, в больницы, в спортзалы, то это, конечно же, такой, ну, хороший звоночек и галочка для простого человека, потому что он понимает, что порядка будет больше. Вообще желание порядка, это, наверное, тут самое основное, как бы, желание, которое... Главное, чтобы с этим перебора не было там, да, то есть когда порядок ради порядка, тоже не совсем, наверное, хорошо. Вот, но есть вот такие вот, ну, посылы, они, конечно же, очень, на мой взгляд, пока оправдывают тоже, да. Николай Гуликов в одном из интервью, вот даже в передаче здесь, он сказал, то, что можно сравнивать, наверное, с некими типологиями, типажами, там, руководителей, которые, ну, в разное время были в Кировской области руководителями, да, то в данном случае он сравнил временно выполняющие обязанности с, собственно говоря, с Бакатин, то есть человеком, который, ну, оставил достаточно хороших лет в памяти людей, в памяти наших земляков. Жители Кировской области. То есть когда человек очень хозяйственно подошел, собственно, ну, происходило там масса строительства, масса полезных вещей, и это не только строительство, но и вообще развитие, оно как бы сформировало некое ожидание, там, до вторшнего дня. Фраза, очень хорошая, я закончусь, да, фраза, когда он сказал о том, что, вы знаете, после нас здесь останутся, там, жить наши дети, предприниматели, наверное, не всегда будут, там, руководители рулить своими предприятиями, и так или иначе перейдут, там, к нашим детям. Так давайте отработаем так, чтобы потом наслаждаться плодами нашей деятельности, но она очень хорошая, правда, то есть она встиляет определенный оптимизм в том плане, что мы будем сейчас жить, там, не пятилетним, может, там, не трехлетним бюджетом, там, да, может более длинными сроками, там, разумно принять эти решения. Я вот на этом предлагаю уйти на перерыв. Я напомню, что это особое мнение Михаила Шевелева, секретаря регионального отделения политической партии «Гражданская платформа». Сейчас у нас перерыв, и очень скоро мы вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Я напомню, это особое мнение Михаила Шевелевой, секретаря регионального отделения политической партии «Гражданская платформа», нашего постоянного эксперта, экономиста, издателя. Итак, в первой части программы мы поговорили о месседжах, которые нам тем или иным образом посылает в Рио губернатор Акировской области Игорь Васильев. Я напомню, что Михаил выделил два. Это ответственность за слова и проектный подход к делу. Я еще очень хочу с вами поговорить, Михаил, про команду, потому что команда это одно из... В общем, это то, за что критиковали Никиту Белых, что у него нет команды и собрать ее у него так и не получилось. Несмотря на то, что среди членов правительства есть и близкие друзья, но команды нет. Про Игоря Васильева. Есть ли у него потенциал для создания такой команды? Вы знаете, конечно, любой новый руководитель, во-первых, он знакомится с тем наследством, которое осталось. То есть я кокомендологов у Щедровицкого читал. Самый лучший подход это прийти, ничего не менять и посмотреть, как работают. Чтобы понять, что нужно улучшить, что нужно изменить, что нужно... Управлять чем-то недвижимым нельзя. То есть управлять можно только тем, что движет. На сегодняшний день худо ли, бедно ли, та система, которая работала, она работает. И, соответственно, он наблюдает. Вместе с тем, конечно, команда, она подразумевает, что есть некие запасные игроки или некий набор, которых можно набрать. Ну, условно говоря, футбольная команда, нужно набрать 11 футболистов, которые будут играть в этом. И, соответственно... Которые будут играть вместе. Ну, которые будут играть в команде. В команде. Да, то есть, конечно, и их нужно подобрать. И вот действием наиболее интересным является то, откуда и каким образом Игорь Васильев планирует сформировать команду. То есть на сегодняшний день, насколько я услышал, я услышал два, опять же, там, месседжа, не месседжа, да, два высказывания, касающихся команды. Первый. Бизнесмен должен заниматься своим делом. Ну, то есть, из бизнеса по большому счету... То есть, представитель бизнеса... Ну, я считаю, что неправильный представитель бизнеса идти в правительство, потому что, если они умеют и хорошо, как бы, делают свое дело, то, ну, это и, в общем, мировая практика, то они должны этим приносить пользу обществу. Создавать рабочие места, зарабатывать средства, развивать, там, наши, там, основные производственные фонды, там, формировать, там, будущее, ну, с точки зрения, там, экономики, развития экономики и так далее. Это очень важно. Вот. Это я услышал, и мне кажется, что вот этот подход, он более-менее правильный. Второй. На мой взгляд, это было, по-моему, на совете ректоров вузов, да, Кировской области, когда... Ну, я точно не помню, как называется эта структура, да, то есть, это вот некое заседание людей из академического сообщества, и когда он их попросил, то, что давайте, мы, собственно говоря, формировали некий наш кадровый резерв, и вот здесь у меня возникает очень множество вопросов, то есть, очень много вопросов, насколько люди из среды образовательной, академической, научной способны встать у руля, ну, в общем-то, в практической деятельности, ну, современной Кировской области, скажем так, да, то есть, в какой-то степени, наверное, и кто-то может, но для меня это является достаточно большим вопросом, потому что, ну, не знаю, то есть... А я услышала в этом смысл, что давайте сформируем кадровый резерв, исходя из запроса работодателей на сегодня. Я вот так это услышала. Ну, мы сформируем кадровый резерв для работодателей, но это означает, что давайте будем учить, собственно говоря, тех людей, которые нужны нашим предприятиям. То есть, это получается, что неприменительно там правительству, неприменительно к чиновникам. Нет, почему? Это хорошо, но это такое заявление, которое, ну, не требуется в заявлении, что ли, оно очевидно, то есть, учить нужно тех, кто востребован. И, ну, об этом очень много говорится, очень долго. Вопрос в том, как эта будет система там дальше развиваться, но, по-моему, она в этом направлении пока никак не развивается. То есть, есть какие-то отдельные там в ручном режиме там попытки формировать там один факультет, другой, там какие-то взаимодействия с отдельными предприятиями. Но такой системы, которая бы выстраивала процесс образования, нацеленный на участие в трудовом процессе в наших предприятиях, такого нет. Системы отношений вузов с работодателями, вы об этом говорите. Да, да, да. А команда губернатора здесь при чём? И, ну, тут я тоже услышал о том, что давайте мы сделаем такую кадровую площадку, что если у вас хорошая практика, он, кстати, встречался, когда победителем Олимпиады по физике, он сказал о том, что мы всегда найдём занятость образованному человеку. Я полагаю, что фраза «мы» она означает в том числе и правительство Кировской области. Вот вопрос научной среды, ну, на мой взгляд, это большой вопрос, насколько она способна поддержать этот кадровый голод, который существует на сегодняшний день. И у нас остаётся на сегодняшний день две основные команды поставщиков кадров для правительства, если как бы оставить, да. То есть это партийная линия и это линия чиновников муниципальных, там, различного, там, уровня, там, замов и так далее. А что же вы, Михаил, забываете про другие регионы, в конце концов, про Москву? Нет, я сейчас не говорю про конкретно наши регионы. Ну, кто тут приехал? Так, хорошо. Третий момент, это, конечно же, личный жизненный путь, опыт и карьера Игоря Васильева. Где-то за пределами Кировской области. Да, за пределами Кировской области. Я думаю, что вот как раз ожидания, связанные там с Никитой Юрьевичем, потому что он привезёт команду, они здесь таким же образом немножко у нас разобьются, там, скалу непривлекательности Кировской области для своей деятельности, ну, в качестве, там, карьеры и развития. Будет очень сложно привлечь людей из Москвы для того, чтобы работать в правительстве Кировской области. Вот там ничего личного, да, но взять там очень трудно будет. Из Перми ещё куда ни шло, из Москвы вообще не сложно. Из Москвы будет тяжело. Тем более стабильных, там, федеральных структур. Ну, если это получится, то, конечно, это будет очень сильный шаг по стороне Игоря Васильева, потому что, ну, такое ожидание есть. И вообще, честно говоря, я считаю, что в целом нам повезло с Рио-губернатора, ну, по одному простому, как бы, показателю. Когда Никита Белых назначили, тоже все считали, что нам повезло. Ну, тут немножко другого характера везения. Я всё-таки говорю про системообразующий, как бы, фактор. Может быть, он связан, там, с итогами правления Никиты Юрьевича, но, тем не менее, человек фактически из команды президента. То есть, он из команды Владимира Владимировича. То есть, и в этом плане для Кировской области, причём он пришёл решать вопросы достаточно технологичного характера, практически, то есть, управлять областью, и как он, собственно, заявляет, серьёзно надолго, то такого человека нам действительно не хватало. А в чём везение? Я не поняла. А в чём везение? Ну, не секрет, что Никита Юрьевич никогда не рассматривал Кировскую область как серьёзно надолго. То есть, он всегда, ну, скажем так, рассматривал варианты, ну, там, продолжения карьеры. То есть, для 33-летнего человека возглавить область, это, конечно, сумасшедший кадровый, ну, то есть, карьерный, как бы, скачок. Да, но через 8 лет, конечно, ну, я думаю, что любому человеку, там, карьероориентированному, ему требуются, ну, изменения, скажем так. Ну, какие-то изменения в жизни. И, на мой взгляд, вот этих вот, отсутствие этих изменений, она, в государстве, несерьёзно, психологически сказалась, в том числе, Никита Юрьевич. А здесь уже человек, в принципе, он в возрасте, он прошёл все стадии, связанные, собственно говоря, с уровня специалиста, руководителя, руководителя высшего, там, федерального уровня, да. Здесь для него есть возможность, собственно говоря, те, применить накопленные знания, опыт, управленческий, там, финансовый и так далее. То есть ему уже не к чему стремиться? Да, причём очень хорошо, ну, очень хорошо то, что у него в том числе есть базовое, там, финансовое образование и, ну, вообще финансовый, там, опыт работы в финансовых отраслях, потому что сегодня парадигма, она достаточно финансовая. То есть у нас до этого было управление, ну, очень такое расчётное, то есть сметы, бюджеты, финансы, ну, как бы управление деньгами, по сути, было. Вот, то здесь при наличии этого управления, управления деньгами, при понимании этого, да, то есть есть возможность ещё применить, ну, дополнительно, там, управленческие, там, знания, умения, навыки, связанные, там, с точки зрения и контроля, и целеполагания. Ну, вернёмся ещё к проектному режиму, который, вот, мы надеемся, что он будет более современным, более таким гибким, что ли, и мобильным. Михаил, я вот единственное не поняла про Игоря Васильева, вы сказали, что он в возрасте, что у него есть опыт работы в различных структурах, что он прошёл, ну, всю вот эту вот карьерную лестницу. Я задам всё-таки вопрос, а Кировская область это что? То есть это что, завершение карьеры, закат карьеры, после Кировской области у него уже не будет ничего? Ну, в принципе, человеку, сколько, 55, да? Не помню, не буду врать, я сейчас посмотрю в интернете. Если говорить, там, про такие среднесрочные перспективы, то это отличная, там, 7-8 лет активной жизни, то есть где можно, собственно, действительно сформировать очень серьёзную, там, 10 активной жизни, ну, собственно, он подошёл к тому моменту, когда, может быть, вот здесь можно и сделать. Здесь можно, он до сих пор был достаточно непубличным человеком. 61-го года рождения, кстати, у вас цифрами лучше, чем у меня, посчитаете? 55, да. То есть, ну, на самом деле, вот этот вот, на мой взгляд, вот в этом возрасте становиться государственным деятелем, конкретной, понятной, там, территорией, которую можно развить, в которой можно оставить достаточно значимых лет, это очень хорошо. То есть, это, ну, дальше-то куда? То есть, наверное, есть куда, наверное, там будет желание, но вот здесь есть возможность отработать, там, и, ну, это моё мнение, я, честно говоря, может быть, там, по своей летнице, там, времени смотрю, но, тем не менее, мне кажется, что это действительно очень хорошее и удачное время для того, чтобы возглавить новых типа наших. Я вот на этом предлагаю прерваться, потому что уже как раз нам время уйти на рекламу. Я напомню, что это особое мнение Михаила Шевелёва, сейчас мы уйдём и через пару минут вернёмся. Итак, мы возвращаемся в эфир, это особое мнение Михаила Шевелёва, секретаря регионального отделения политической партии «Гражданская платформа», меня всё так же зовут Юлия Афанасьева. Всю первую половину программы так же случилось, мы говорили про нашего в Рио губернатора Игоря Васильева. Вот, Михаил, знаете, за что хочу зацепиться? Вы сказали, что нам повезло и что Игорь Васильев человек из команды президента. А почему же всё-таки это хорошо, что он из команды президента? Вы знаете, очень вертикальность власти у нас очень выстроена, скажем так, на достаточно таких коммуникационных отношениях всё же. То есть личная связь, отношения, опыт, общение, оно оказывает достаточно серьёзное влияние на те возможности, которые существуют у руководителя того или иного региона. Ну, так выстроена просто-напросто наша вертикаль, да? Это связано в том числе и с традиционными вещами, которые у нас сложились, и с особенностями формирования бюджета, и с особенностями внутриполитической ситуации. Поэтому, в целом, на сегодняшний день мы отдаём себе отчёт в том, что сравнивать доверие к правительству и доверие к президенту – это две большие разницы. И вопросы этого доверия, они лежат в плоскости как раз возможностей для принятия решений и демонстрации этих возможностей. И то, что человек появился из окружения как раз президента, а не премьер-министра, это, конечно же, сформирует определённое чувство некой уверенности, защищённости, в том плане, что вопросы, которые будут на местном уровне возникать, уже было заявлено, что, например, мы хотим участвовать в максимальном количестве федеральных программ. Да бог с вами, Михаил, об этом и раньше заявляли. Это желание. То есть, на это желание, на самом деле, раньше не было подкреплено достаточным количеством поданных документов на разные федеральные конкурсы и гранты и так далее. Мы понимаем, что это количество денег всегда ограничено, и даже чтобы подготовить документы, подать, люди чувствуют некую перспективу, есть смысл подавать, нет смысла, может, гранты расписаны, ещё как-нибудь. То здесь есть возможность, каким образом, может, твои ладбистские функции включить, для того, чтобы наши качественно подготовленные документы имели возможность привлекать больше федеральных ресурсов. Ну, такая надежда, по крайней мере, есть. Вот она у меня, она существует, и мне кажется, что вот именно этим это хорошо. А если возвращаться к команде нашего нового в Рио, в первой части программы вы сравнивали с футбольной командой, да, если негде взять футболистов, если нет спортсменов на горизонте, то вроде где их взять? Так всё-таки? Где их взять? Да. Вы знаете, вот раньше, я эти времена как-то пропустил, наверное, да, то есть, но в начале 2000-х, нулевых годов, да, то есть, в начале 2000-х, у нас проходилось множество таких конкурсов федерального уровня, там, на федеральных инспекторов, там, проводились отборы, там, да, то есть, у нас проводились внутри. Ну, я уверена, что они и сейчас есть, просто у меня неизвестно. Просто люди, которые оттуда вышли, которые, они, на сегодняшний день, достаточно известные люди, они, там, делали карьеру, там, ну, тоже, там, Артём Малтёма, там, да, ну, как бы, ну, тоже выходят из этих же кадровых резервов. Я не помню, за последние, там, лет 10 таких кадровых резервов, причём, там, нормальным конкурсом, там, с нормальными, там, преподавателями, с нормальными, там, ну, методологами, которые бы этот конкурс могли организовать, провести, и людей, ну, каким-то образом зажечь и сформировать в них понимание, там, государственной деятельности. То есть, я думаю, такой вот формат, он на перспективу обязательно должен проводиться, потому что там рождаются люди, которые, ну, пусть не сразу, там, да, но через 5-10 лет они могут стать, ну, собственно говоря, там, членами, там, правительства. К сожалению, вот, не помню за последние 15 лет таких конкурсов. И, возможно, это, там, не является сразу же, там, перспективой того, чтобы, вот, там, закончить и попасть, там, в правительство, да, то есть, но, тем не менее, такие вещи нужно делать. Ну, Михаил, здесь и сейчас мы имеем то, что мы имеем. Хорошо, про команду, вот, были бы вы на месте Игоря Васильева, какую часть существующей команды вы бы поменяли? Наименее эффективно работаю еще. По вашим оценкам, это половина, это 70%, это вся команда полностью под замену? Вот, не хочу я так говорить, потому что, на самом деле, не работал так плотно, да, у меня подход к команде очень простой. Вот человек умеет хорошо в воротах стоять, пусть он в воротах стоит. Нечего, там, бегать, там, на падении, например, да, как бы он ни хотел, пусть стоит в воротах. Умеет он, там, классно, мячи подавать, там, бегать за мячами, пусть он бегает за мячами. Нечего ему, там, вставать в ворота, там, ну, и так далее. То есть, у каждого, каждый должен быть на своем месте. К сожалению, мое наблюдение заключается в том, что последние, там, лет, ну, я не знаю, больше, там, 10-15, у нас формировалась команда по принципу доверия, по принципу неких, там, наш человек, не наш человек. Проектный подход абсолютно не принимает этого принципа, потому что, если ты наш, не наш, ты можешь абсолютно не встраиваться в этот проект, но тебе вынуждены будут его дать, и, соответственно, можно на проекте поставить крест. Потому что в проектной деятельности важен результат, важны сроки, и важно то, чтобы человек сделал то, что он может на своем месте. Не важно, наш он, не наш, там, ваш, не ваш. Вы прекрасно все говорите, вы давно с этими людьми работаете, Михаил, но что вы душой кривите? Нет, я уверен, что, ну, Игорь Владимирович сказал у нас, Игорь Владимирович сказал о том, что у нас много прекрасных, талантливых людей. Это не профессия, прекрасный, талантливый человек, это не профессия. Всех членов правительства, министров, мы все их знаем, и, наверное, все более или менее представляем, кто на что способен, и кто более эффективен, кто менее эффективен. Какую часть команды под замену, Михаил? Вы завтра будете в Рио, какую часть команды под замену? Ну, я думаю, что те люди, которые, ну, скажем так, ну, хотя вот, у нас есть задача повысить доверие, да, власти. Я думала, что у нас есть задача регион развивать. Задача повысить доверие, она озвучена на самом высоком федеральном уровне. Вот. Исходя из этого, конечно, скорее всего, будут перестановки, связанные с тем, кто был наиболее близок к Никите Юрьевичу. То есть те люди, скорее всего, они покинут кабинет правительства в ближайшее время. Вы меня будете сейчас спрашивать, кто именно, да? Да не буду я спрашивать вас, кто именно. Я просто вот, ну, честно скажу, ну, не знаю я там всю внутреннюю кухню. Имена спрашивать не буду. Какую бы часть вы заменили? Наиболее близкие люди к Никите Юрьевичу, они, скорее всего, будут, ну, максимально. Самые лояльные к бывшему губернатору. Да. Они будут, скорее всего, так или иначе, в какое-то время, ну, скажем так, либо на повышение переведенное, либо, собственно говоря, там, заменим. Отчетную ссылку? Ну, у нас лучший способ, как бы, заменить человека, отправить его на повышение. Отправить его на повышение? Это вы вспоминаете кадровые решения Никиты Юрьевича? Это вообще классика кадровых решений, которые прописываются в учебниках. Хочешь избавиться от человека, переведи его на более высокую должность. Нет такой должности, создай ее, пусть она будет никакой, но ты получишь возможность поставить туда человека, который на этом месте может делать то, что он должен делать. Череду отставок ожидаете? Я не ожидаю ее до выборов. То есть до 18 сентября, я думаю, что какие-то кадровые решения необходимо будут продемонстрировать, но их не будет много. Может быть, одно-два кадровых решения, связанных со ставками, связанных со значением. Один-два максимум. После 18 сентября, в принципе, я вот уже сказал о том, что возможны перестановки, и я думаю, что они обязательно будут. И их ждут. То есть про них было сказано, в том числе и Бабичем. То есть, и, соответственно, ну, снова метла по-новому метет. И, соответственно, человек должен формировать команду, которая будет, понимая его, работать, понимая его требования, его принципы. Тут ничего такого удивительного нет. Всем известно, что Никита Белых принципиально дистанцировался от предвыборной кампании, он этим там не рулил никак, не участвовал в этом. А как Вы считаете, будет ли наш новый в Рио участвовать в предвыборной кампании, каким-то образом рулить ей, влиять на нее, учитывая, что в его биографии есть цикл «Единой России»? Так, я не понимаю, что значит, Мигир Юрьевич максимально дистанцировался от кампании предвыборной. То есть, не представляю, вот это, как можно выбираться. Он не пытался никак на это влиять? Не может такого быть. То есть, я Вас уверяю, при наличии там... Возможно, Вы просто знаете больше, чем я, расскажите. Нет, но на самом деле вся система у нас выстроена таким образом, что весь административный ресурс, так или иначе, он вертикально подчиняется прямым кураторам, членам правительства Кировской области. И прямым кураторам, которые отвечают за тот или иной район. Поэтому я на 100% уверен, что все решения, связанные с тем, предоставить Дом культуры этому кандидату в депутаты, не предоставить, так или иначе, они где-то согласовывают, напрямую не отказывают. Но где-то внезапно проводятся учения МЧС, то есть где-то еще там чего-то. Но это вполне нормальные такие вещи, как бы, скажем, связанные с использованием административного ресурса. Может, слово нормальное не совсем, как бы, правильное, да? Вы сейчас говорите о вершине айсберга, о каких-то самых простых, очевидных вещах. Никита Белых напрямую не участвовал, насколько я понимаю, в формировании списка в Госдуму, в формировании списка в УЗС. Никита не пытался на это повлиять. Абсолютно считаю, что он пытался повлиять, он участвовал, и ему крайне необходимо было сделать так, чтобы количество людей, более-менее лояльных к губернатору, то есть числа, может быть, его людей, собственно, чтобы они вошли в УЗС, с тем, чтобы он мог выстраивать нормальную работу, взаимодействие, там, исполнительной и законодательной власти. Слово нормальное, опять, может быть не совсем правильно, да? Но когда, условно говоря, исполнительная власть и законодательная начинают конфликтовать или враждовать, или когда, там, одна-другая начинает диктовать свою... Ну, понятно, что никому это на пользу не идёт, и в первую очередь области. Абсолютно. Поэтому его неучастие, оно, в принципе, невозможно. И в данном, в данной ситуации, в данном смысле, ну, я считаю, что его договорённость была, его люди стояли в списках, то есть, ну, единственное, что... Как итогово это вышло, то есть, ну, можно анализировать, может быть, политики, политтехнологи, аналитические обозреватели, они более точно проявляются. И где же люди Никиты Белых, например, в федеральном списке «Единой России» на выборы в Госдуму? Кто там Никиты Белых? Обещаю вам написать на странице в журнала «КДТ». Ну, сейчас мы анализировать не будем, потому что я, ну, нет у меня под руками тех фамилий, слов там и так далее. Но если сравнить там праймери, да, то есть те люди, которые шли на праймерис, те, которые выдвигались, и тот основной список, который в итоге там шёл, там, от «Единой России», да, то это, ну, разница существа, разница достаточно заметна. Вы про Госдуму. Почему? Про ЗАГС Собрание. Про ЗАГС Собрание. Нет, давайте говорить про ЗАГС Собрание, потому что Госдума, ну, немножко другая игра, и в данном смысле она, ну, федеральный характер носит. Мы в данном случае говорим про губернатора и про взаимодействие с, там, как раз законодательной и исполнительной органами. Так, ладно, хорошо, правильно ли я поняла, что, по вашему мнению, Игорь Васильев сейчас в предвыборный процесс вмешиваться вообще не будет? Ну, я так тоже не считаю. Я думаю, что он однозначно собирает максимум информации о том, что происходит в районах, прежде всего. Мы ведь в этом году имеем выборы не только на уровень законодательного собрания. Ох, мы имеем выборы везде. Да, во всех районах. И плюсом мы имеем необходимость назначения глав района, то есть по новой системе, когда у нас главы района будут выбираться какой-то комиссии, да, из-за района. Комиссии, да, которая половина формируется как раз губернатором, половина формируется местными представительными органами власти, да. Вот, и поэтому ему просто необходимо сориентироваться и понять, кто и людей, в каких районах может достойно представить те интересы и ту политику, которую будут Игорь Васильев проводить в нашем регионе. Хорошо, скажите, пожалуйста, последний вопрос, времени мало осталось. Стоит ли Игорю Васильеву вмешаться в историю с продажей земли в Парке Победы? Ну, на сегодняшнем этапе, я думаю, что смысла нет. То есть, ну, очень серьезный процесс, он перетек в суды, да, то есть там есть перманентное, скажем так, противостояние органов прокуратуры, администрации, предпринимателей, там, да. То есть, насколько я сейчас смотрю, то есть, какой-то такой общественной, там, активности, которую Миталий Брамов, насколько я понимаю, возглавлял, да, она сейчас не такая уж серьезная. Но, на мой взгляд, конечно, основной подоплекой в этом заключается в нежелании жителей, чтобы в этой зеленой территории появилось еще там несколько высоток, многоэтажек, там, и так далее. То есть, просто вот сам подход, когда мы берем парки, застраиваемые многоэтажками, да, которые, ну, некомфортные просто для проживания, это не совсем хорошо. Вот в этом существует основной конфликт. Я думаю, что если бы там появился какой-либо там объект... То есть, Игорю Васильеву не стоит прийти к Владимиру Васильевичу Быкову и спросить его, Владимир Васильевич, что ж вы делаете-то? Я думаю, что есть смысл вообще в целом по градостроительной политике разговаривать. Я думаю, что есть смысл разговаривать о том, что, а почему в Кировской области до сих пор там нету полноценного аквапарка, например, да? Почему у нас нету... Почему наши жители, там, не только наши, Коми-Республика к нам активно очень ездит, там, и в магазины, и погулять, и отдохнуть, и в туристические, и в санаторий приезжают, да? То есть, вот вопрос вообще градостроительной политики и того, как это у нас всё устроено, вот этот вопрос, конечно, стоит поднимать. А вот конкретно вот с этим разбираться, ну, я не думаю, что это дело губернатора. Ну, хорошо, Михаил, закончим на этом. Вышло у нас время, к сожалению, как обычно нам его не хватило, половина вопросов остались незаданными. Это Михаил Шевелёв, его особое мнение. Меня зовут Юлия Афанасьева. Спасибо вам за эфир. Спасибо. Всего доброго. До свидания.